Леха, пацаны передали тебе официальное поручение снимать побольше челочек, которые вдруг в зале будут Разминаем еще, разминаем все Также, ребят, мы его используем обычно на раскачке перед выходом на сцену Вот вы видите человека Вы думаете, такую форму я бы хотела иметь То значит, вот этот человек точно, блядь, не в натуражку качается Эти все истории про натуралов, особенно медийных А если я неделю не колюсь, считается, что я в натуражку? Даже вам-то должна была говорить мама, что вы особенный Обратите внимание, что тренажер нагружается в трех точках Как все говорят, сейчас Барнольд не вошел в пятерку на Питере, да? Потому что если сейчас ты скажешь, что ты выглядишь как Арнольд, то хуй его и знает даже Там тут машинка Ягуар Вот я на ней разъебался Здорово, пацаны, доброе утро Блядь, я ему-то, блядь, надо есть на ночь Да? Я его съел, блядь, я съел, прилег, я уснул, пиздец Я не могу проснуться Я такой же, галый, я ничего не ел Но мне тоже хочется спать Не, у меня с утра нормально было, я его выпил И как бы с аппетитом он сама ничего не сделал Но, блядь, не спать захотелось, пиздец Ну, видимо, гормон поднялся Ага А ну, да И, блядь Три минуты в тюрьме тоже бы подарок Что такое? У-у-у Умейный ярк Да это мазь, просто с уставов Она просто не вонючая Она очень хорошо снимает воспаление Восстановление быстрее, она легко-легко греет Я ненавижу мази с дапса Ну, пацаны все знают Я считаю, что они такие большие... Это все такое Большим неуважением к людям, когда вонючие мази Что это вы дозавали? Это трентал, пентоксифилин Улучшает наполнение мышц кровью Улучшает реологию крови Снижает снипаемость тромбоцитов Когда мне его пить? Перед тренировкой Но это длинная форма И вот утром можешь выпить И она почти до вечера будет действовать И вот сейчас я могу выпить Да То есть он и памп усиливает И очень положительно влияет на реологию крови И самое забавное, я не знаю почему Костяну его пропил... Одно Костяну его прописывали, когда у него с почками были проблемы Прямо в большой дозировке И еще... Я не понял почему В инструкции ни слова не сказано Врачи ему сказали Мы тоже не знаем, но работает Также, ребят, мы его используем Обычно на раскачке перед выходом на сцену Но уже не лонг форму А она такая, потому что более мягенькая Но долго действует И она скорее больше была таким лечебным свойством Для улучшения качества крови А перед выходом на сцену Закидываем мы короткий Миллиграмм 300-400 И тоже зашибись Я подготовился У меня есть с собой Пояс Лямки Лямки Лямка пока одна Ну, блин, как мог Леха, пацаны передали тебе официальное поручение Снимать побольше телочек, которые вдруг в зале будут Вот Я вот так и думаю Что, наверное, понавешивает столько Что будет, блядь, на каждой стороне мой вес И что с этим потом делать, блядь У меня рост увеличится Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИ 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 Ван Даммон такой уже У Шорсенеггера Я даже уверен, что если бы вывел его в живую Возможно, ты бы его не узнал бы себе Слушай, но вывелик чуть старовато, кстати Я в инстаграм-то пощёлкал его Да Да Не хватает ему Гармошечки ДИНАМИ 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 разминаемся еще разминаемся еще разминаемся еще цель дойти до семи блинов а скажи у меня вопрос а кто-нибудь вообще когда с тобой вместе тренируется ну делает то что делаешь ты или съезжают в итоге занимался он на грудь он даже сделал сейчас мы с ним одинаково уже на грудь я тогда сейчас уже делал он сделал все что я делал но в первом упражнении во втором немножко сбавил ну в общем сделал но потом не восстановился нихуя то есть ему было тяжело очень я занимаюсь каждый день у меня это идет в цикле соответственно если бы я отдыхал по четыре дня на тренировках я бы тоже по-другому немножко а он сейчас занимается так то есть у него один там армест в неделю один раз на другую потянет потом он делает нихуя это больно ты понимаешь система но его питание я тут не видел его питание нигде не видел я на леврон серьезно он как на россии что-то там пытался что-то продается не на россии он очень хорошо продается правда ребята выставлен в магазинах где вы тут не были здесь у него здесь местная марка ваван ваван блядь я сначала не знал еще в чем смысл здесь ваван здесь круто рад какой-то ваван фамилия у него а я видел этого который там его блять его зовут по-моему его как раз зовут ваван русских вы такой турист и он здесь был и он такой смотрите внутрившим ваван и меня почему-то связь пошла что это он сделал свой внутрившим назвал ваван и я скажу блядь ну сколько ты был хуже чем саша внутрившим какой-нибудь я вот не помню жаловался ли нет на лямки жалуюсь короче заказываю в интернете лямки но ввиду того что люди мы бедные но гордые смотрю о 270 рублей может зашибись заказал приезжаю пункт выдачи одна лямка в пакетике лежит понимаете как работает дайте у нас лишь бы обмануть пришлось открывать корзину искать заказ с одной лямкой вторую такую же заказывать естественно вышла в сумме больше 500 рублей возникает вопрос почему сразу две лямки не продавать где этот знаменитый однорухий бодибилдер которому нужна одна лямка или ты не купишь две разных фирм лямки ну короче мне было обидно поэтому читаю что компания хе-хе палочка хе-хе палочка power пиздюки официально если вы вдруг ребята слышите то не поступайте походу это компания илюхи оправдывает пиздец ребята потреблено было хорошо до 7 я вам скажу так ребята если он видит человека думаете такую форму я бы хотел иметь то значит этот человек точно блять не в натуражку качается и блин ну вот сколько людей я знаю даже ребят в легком весе там в мэнс физик смотришь думаешь вот так наверное лет за 15 натуражку можно только этому человеку 25 как бы так посчитайте да ну вряд ли он начал заниматься да целенаправленно по хорошим методикам ну нет натуралов ну блять ну нету правильно может там 5 на миллион но есть то правда сухие на сцену выходят там до беда че гоно есть ну мне ребята это говорили в принципе я верю но это опять же это люди не в тяжелых категориях весовых ну либо видимо кто выходит без мочегона соответственно и выглядит блин ну вот залит ну уже когда уже где пиздюк уже сколько весит сколько килограмм 75 ну 75 ну да вот есть былёхий друг женька он даже сейчас ставим кадр вот пацан да говорит да ягод выхожу битв мочегон но он сухущий сам по себе но я уверен что есть другая проблема его даже чтобы он вырос до 90 нужно кормить не знаю чем вот уже сахар инсулин и аминокислоты внутривенно ежедневно как-то он сухущий но там наверняка есть обратная сторона медали вот такого момента я не думаю что он круто набирает я его всегда сухих только и видел тяжело есть еще тяжело есть вот поэтому эти все истории про натуралов особенно медийных ну все вы все видели российский наш youtube смотрите на всех наших спортсменов которые скажем отказываются от приема я не выглядит хорошо спортивно только из говно по сравнению с тем что было просто просто я это поднимать не хочу ну как бы реально жопу как бы ничем хорошим не закончится я буду поставлю вчера люк сказал очень верно 5 форма нас точно не убивает вот будете смеяться на мой взгляд достижения чего-нибудь придумано изначально чтобы человек в случае на получение травм ран ожогов не умер чтобы мог восстановиться мы переносим сумасшедшие нагрузки из все что можем принять креатин дца чистый белок достичь более хорошего правильного уровня тестостерона я не грустить разопредельные уровни и сейчас сейчас он может даже сам буду экспериментировать с большим количеством препаратов с высоким анаболическим статусом и абсолютно невысоким для себя поддержание уровня тестостерона чуть выше границ верхних потому что как бы это не российская школа чаще делают за границей посмотрим это все помогает восстанавливаться это защищает нас от тех сумасшедших нагрузок которые мы переносим блять запредельно что мы с собой делаем с этим режимом работаешь я а я вот сюда залез что туда туда не хочу это вот поэтому у меня никогда не было тренера чтобы никто меня не заставлял ничего делать ну ладно люк ну дайди на меня люк ну дай вкус 가지고 поп музыка музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пустоват, в ямке нахожусь, витаминной Вот Я все набрал, наторопился И не укололся Мало того, вторую Часть, то что нужно было ставить сегодня Тоже забыл дома Поэтому я вообще В натурашку, кстати А если я неделю не колюсь, считается, что я в натурашку? Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Витя, мы все особенные, даже вам-то должна была говорить мама, что вы особенные, а мама плохо не скажет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Д entrevists Дарья wheels Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот И то, что касается на скамейке Если делать с маленьким весом, то их не чувствую Если делать с таким весом, то мне просто сложно из-за плеча туда подлазить Выводить стартовую позицию Это намного менее комфортно Соответственно, зачем делать что-то, что можно заменить чем-то более удобным Субтитры сделал DimaTorzok Ты, кстати, с этим пробовал делать пуловер С тросами Попадает по-другому прям Да, по-другому Но тоже хорошо Я обычно делаю с тросами Я обычно делаю с тросами, потому что они валяются рядом с кроссовером Я считаю, что я сейчас скручиваю пресс Ну мы еще на массе, нахуй нам пресс теперь До следующей сутки я его делать не буду Вру, буду Но мало Ну такого скручивания С пулловером Субтитры сделал DimaTorzok Кайф Кайф Сила есть Я в Петербурге крайние тренировки сделал безумно тяжелые Вот уж с Ромой мы спину качали Потом у меня была тренировка своя, собственно К сожалению, один, да, и даже без Лехи Я делал плечи Бля Я такое выполнял Честно Я даже пожалел, что, так скажем, вас не было со мной Я бы хотел, блядь, у меня Я бы хотел этим с вами поделиться И по приезду У меня вообще очень много поездок Мне еще нужно в Москву будет Мне нужно В Ростов Вообще нужно в Пазахстан Возможно, опять нужно будет в Дубай И да, это все за 15 дней до Нового года Даже не спрашивайте, как я живу По картинке весело, а на самом деле это не очень просто Вас про не хватало Хотелось поделиться, что плечи я просто разорвал Нела сила, выносливость веса, объем тренинга Я с самого утра старался не смотреть, какие рабочие чаты Поэтому приехал в нормальном расположении духа На тренировку я плохо позавтракал Оно свободно, я сделал Было круто Занимаешь тренажер Получаешь людям заниматься Пиздет то Пиздет то Сейчас разберемся Извините, пожалуйста Это как, знаете, старые анекдоты Я в детстве помню Типа, заходит мужик в бар такой, блядь, воняет Он такой Кто, блядь, пернул? Кто пернул? Ну такой мужик здоровый Ну я пернул Бля, мужик, во запах Примерно так Мне кажется, так я и раз пробую Кто там тренажер? Я Блины вам принесу Некоторые люди, на самом деле, подходят, спрашивают Не делает ли Илюха упражнение на тренажере, который метров через 15 Ну на всякий случай, типа, чтобы не помешать На самом деле, воспитание, это нормально Я тоже часто удивляю Я сейчас стою в зале То есть вообще тренажер мне не нужен Я в другом углу Я делаю махи стоя Ко мне подходят, спрашивают Такие, вы на семейке не работаете на этой? Ну это как бы было бы странно Раз я делал махи стоя Но Это прикольно Люди как-то культурные Они в целом так всегда себя ведут Или тебе не хотят именно помешать Ну в любом случае, молодцы Я последние два дня выпиваю больше жидкостей спортивных, чем воды Я реально просто хочу воды попить Моя рука у вас красивая Моя рука у вас хорошо А вот Илюха, мне кажется, наверное, свои пальчики не остается Слово-финишное упражнение Это единственное, что спасает сейчас Потому что у меня широчайшие Просто они горят внутри Особенно, когда Люк говорит А ты знаешь, видела, как вживую рвутся мышцы? Максимально модерирует тренера А сейчас непонятно, комплимент это, блядь, или Подъек Потому что сейчас Скажешь, что ты выглядишь как Арнольд, то хуй его и знает даже Как все говорят, сейчас Барнольд не вошел в пятерку на Питере, да? Нет, естественно Ни по жесткости, ни, блядь, по объемам, ни по чем Но, блядь, у них не было этой жесткости, блядь, тогда вообще Какие времена? Слушай, тут о чем тут говорить Тогда они все были на одном уровне, соревновались друг с другом Ну и сейчас мы сравниваем машины, Формула-1 и современные болиды А по-английски правильно саматекс считаются? Они говорят соматекс Соматекс Соматекс, делай соматекс Меня загибали наши товарищи из штатов Всем нужен теперь наконец-то соматекс Очень сезон, скоро приомрут Надо, чтобы, как, надо Как вы понимаете, это сложно, ну чуть-чуть Надо, всем, говорит, надо Соматекс Смешно Нет, в реальне Говорю Все работает, все охуенно Кто пиздит, что не работает, тот либо пиздит Либо что-то было Может быть определенный момент, например, если Где-то он, блядь, путешествовал год В каких-нибудь, блядь, под сиденьем у кого-нибудь, знаешь, что Может быть, такая хуйня случилась как-то Каким-то боком И там через пятые руки он кому-то достался Ну вот реально надо нагреть до плюс сорока До плюс сорока, наверное, нагреть Ну, блядь, может, он через пятые руки где-то кому-то, когда-то там приехал Уже полупустой, блядь Испорченный Но если, блядь, он все как положено В транспортировке положено, то, блядь Ну, очевидно Ну, блядь, работает Пиздец Поэтому Причем у всех профиков работает А у Васи, да, где-нибудь вопросы Ну, люди разные, нет Во-первых, во-вторых, вот как почувствовать гормон Я чувствую одно, вот мне бывает плохо Знаете, у меня бывает вечер Вот я говорю домой Меня аж трясет Я устал Работа, башкой Думаю, тренируешься И вот я понимаю, что или Вот есть два варианта Сейчас я ставлю самотекс И утром я могу опять жить Работать, тренироваться Либо, просто понимаешь, если я его сейчас не поставлю Десяточку с хода, разом, вечером То я утром, я буду больной У меня заболит горло у меня То, что дизель хронически у меня первым болит горло Я не восстановлюсь Мне будет плохо Блин, я просто доползаю до холодильника Знаете, как в фильмах И утром я понимаю Вот, восстановление Что я чувствую? Я восстанавливаюсь Что еще люди должны почувствовать? Я вот не знаю Слушай То же самое у меня То есть, смотри Я занимаюсь каждый день У меня пиздец какие нагрузки Каждый день То есть, соответственно, сегодня я вот Еще такой, скажем так, недовосстановленный полностью Но я опять же, когда я рисую все И у меня каждый день тренировки Иногда я делаю перерыв Если у меня хуевый гормон Я через три дня Ложусь пластом Я с утра просыпаюсь И мне пиздец У меня все болит Я встать не могу просто С этим я могу Заниматься в таком режиме Интенсивном режиме И восстанавливаться То есть, это уже показатель того Что, блядь И плечом еще прогрессировать в весах С таким режимом тренировок Это вообще, блядь, никому не слышно Потому что, ну, обычно Какая-то стеклировка Типа, а-ля Такие веса поднимать раз Два раза в месяц Или как-то так У меня каждая тренировка Идет прогресс весов И я себя охуенно чувствую И вот Соответственно, для меня Вот это основной показатель Прямо конкретный показатель И вот это я вижу Это даже не из-за формы Вот это я эффект наблюдаю Именно когда у меня Хороший гормон У меня вот это все прям идет охуенно Когда у меня что-то сомнительное У меня, блядь Я занимаюсь потом, блядь, надо отдохнуть Блядь, не хочется на тренировку Блядь, еще что-то, еще что-то Все Я сразу же понимаю, что что-то не то с гормоном Вот Поэтому Ну и мы ставим, ребят, все-таки, ну, немало Ну, немало, по-честному Вот я всегда рекомендую ставить поменьше вам Заботясь о вас А мы ставим побольше Все, вы, блядь Как бы У нас это имеет смысл Нужно опять же Нужно понимать, что Для того, чтобы То, что вы ставите То же самое по форме То же самое по гормонам Вы должны это вырабатывать Если вы Как и люди там говорят Ой, я, блядь, не могу есть Не могу есть у меня аппетит Значит, ты, блядь, не вырабатываешь У тебя организм не хочет Если ты будешь заниматься настолько тяжело Ты сам захочешь жрать То есть не нужно с ней даже пихать Ты занимаешься тяжелее Организму требуется больше Ты жрешь больше Постепенно ты выходишь на такие объемы Которые нормальный человек просто представить не может Но организму ему-то надо То же самое по форме Если ты ставишь и хочешь, чтобы она хорошо работала И чтобы твой организм не отравлялся И, как говорится, там не было побочных эффектов Ты должен все до миллиграмма вырабатывать Соответственно, если ты ставишь до хуя Чтобы чем был дефицит Ну, как бы Но ты не можешь поставить до хуя И потом там прийти по памяти И сказать Ну вот и все, вроде как бы Я бы занимался Нет, ты должен реально пахать И чем выше у тебя уровень Я говорю Со мной никто не удерживает тренировок практически Вот никто Потому что я уже вышел на такие эти самые Для меня это подходит Но остальные люди просто сливаются Потому что они не успевают восстанавливаться А знаешь, с профиками вы тоже же Тренировался в Терапии ПРО Ребята А тоже сливают? Ну, как бы у меня не было времени С ними долго позаниматься Убеди до конца До конца их завалить, да? Ну, например, Рули Он, блядь, в Прайме Он был, конечно, зверем Потому что, блядь У него была интенсивность И веса, с которым он работал Это просто было ебануться Ну, вот у него генетически природная такая силища И просто он даже энергетиков не принимал Потому что, говорит, если прямой энергетик, кофеин То я вообще ебнутый буду То есть я могу там пять часов заниматься и не остановиться Вот Но в основном Вот Даже с лифтером, неважно с кем Меня там вызывали Типа, чуваки Что Мы ждем охуенный тренировку, но Саш, ха-ха-ха-ха Решили мне взять интенсивностью, блядь Чуваки охуели Потому что они думали, что это не видели, как я приседаю Они такие Ну, он там мало повторений делает Мы его интенсивностью захуярим Мы сделали пресед Потом мы пошли на тренажеры И я по одному блинчику так Раз, раз, раз Разминаемся, разминаемся, разминаемся Давай, 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 давай И в пределах десяти повторений Потом хуярили Потом в конце мы закончили с полным экбрессом Там было около тонны Я ебнул 30 повторений Окей Понятно Все То есть, ну, понимаешь То есть это не значит о том, что Ну, принцип Ты говорил Остановим принцип, что Венщества, которые помогают настолько сильно восстанавливаться Это реально дурь Соматикс Соматикс Ты знаешь? Что, ребята, мы накачались Мы поедем сейчас на экспо Предварительно Мы, наверное, что-то Примем восстанавливающее Типа Куриболона И Рисотропина Ну, тут кафешечка есть Ну, вы знаете, что надо делать Пальцев наставить побольше И Специально для вас Короче, тут будет ссылочка На инстаграм У него надо подписаться Зачем он Что это И так далее Что, даже я не знаю Это, короче, я вам скажу Это, короче, Руслан заводит свой only fans Он пока еще, он еще пока Он еще пока Пока так вот Не распространяется Но там будет столько охуенного контента Ребята Ребята, обязательно подпишитесь Парни, девушки Поняли? И те, кто не определился Мы должны быть толерантными Трансгендеры Те, кто Инденфицирует себя лесбийской собакой Все подписывайтесь Чемнокожей лесбийской собакой Это важно Вы, блядь Люди эстетика Как у нас физики Слушайте, ребята, говорю Люба, бегать надо Такую тачку Тебе, говорю, надо Такую тачку А Люба Супираю по спорткарам Там стоит машинка Ягуар Вот я на ней разъебался Я вылетел Вылетел в поле На 180 км в час Меня занесло И вылетел в поле Оторвало все колеса Все это Я не знаю, как я вылетел В общем Нормально построено В принципе То есть Внутри было все окей Но вокруг разъебало все Хлам просто поотрывало Вот Такой этот дух Но Я говорю Я просто Вот эту хотел Тоже такую Вот Сути-3 Это именно Турин Без трела Ну Порт сезон Узри он большой Объем Он нормальный Там можно сесть Но опять же Там многие люди Меня вот эти чуваки бесит Которые Там чувак Знаешь Он в два раза меньше тебя Например Будет даже Вот такой Прям совсем Например Какой-нибудь Этот Он такой Я не влезу в эту Феррари Блядь Вот эти вот Растопыренные Лезете везде Вопрос в том Что понятно Вы там не будете сидеть Как в рейндж-овере Знаете Так вот Типа там Ноги еще закинете На лобовое стекло Но Кому что нравится То есть Мне нравится скорость Мне нравится Чтобы у машины Было там Не знаю Я прям говорю Я понял Все кому нравится скорость Кто хочет При этом удобно Бля Короче Я резко Ку-8 На которой я катался Бля Вот тут вчера стоял Урус И сразу же Те восьмая Прям рядом Прям подходи Сравнивай Это одна Да Одна машина Не резко Прям валит Резко валит Настолько С кайфом При этом Вот Просила сделана Техард Что это? Техард Техард Пакет Пакет стоит только 80 тысяч долларов Стоит только Пакет Вот этот Ага То есть 911 Плюс еще Пакет Наверх То есть Не дешевая А то Обычный Тренер Тренер Пусть знает Что он делает Я спрошу В чем он делает Возможно Жикарной Нет Возможно Возможно Что у него Есть клиенты Которых Он допускает Слишком близко К телу Какие-то Встречаются Потом Они ему Дают кататься Дают кататься Вот дает им А они дают Кататься Ему Нет Тачек Много Разных Интересных Но Насколько Я понял Тут В принципе Тачкой Никого Не удивишь Что у тебя Не что-то За пару Минер Баксов Поэтому Вообще Как бы Ну Берете На прокатку Что-нибудь Берите Просто с колесами И ездят Никого Никого Не удивишь То же самое Когда в Майами Приезжают Русские Туристы Берут Мустанг Кабриолет И ездят Таким видом Как будто Они короли Этого Города Знаешь Кабриолете Мустанги Я смотрю Ребята Блядь Ребята Мустанг Мустанг Вычок Понимаешь Ну там Если там Урус Что такое В Майами Это прям Прикольно Это круто То есть Ты там Прям так И не встреч Сейчас Здесь Ты же сам Видишь Сколько здесь Урусов Урусов Да Урусов Походу Реально Как грязь Ну Потому что Реально Урус Это удобно Или Кушка Возьма Это удобно Оно Высоко Оно На пневме И нажав Одну кнопку Оно валит Причем Валит Настолько Бодро И громко Что В принципе И ты не скажешь Что тебе мало места Потому что Ты садишь И у тебя Ты садишь Вот так Ты включаешь Массаж У тебя Нормальное Музло И еще полный Багажник И даже ребенка Скалякнуть можно Идеальные тачки Это вот такие Компромиссы Когда тебе нужно И той Третья Пятая Десятая И ты не хочешь Не хочешь иметь Гараж машин Каждую на свой случай Или как я Не можешь Я вот тоже Я сторонник Даже например Если бы я Когда в Чехии У меня было Например две машины Одна моя Другая жены Я мог ездить на обоих По сути Я всегда ездил Только на своей Вот мне такого Знаешь Я вот сейчас Пойду на этой То есть я вот Привык на машине У меня там Мои вещи лежат И вот прям все Я вот езжу Только на ней Автомат Езжу только на ней Только вот Без этого Соответственно Такие варианты То есть Ну Опять же У Русса семья Ребенок Ему уже нужно думать Над тем Что Ребенка посадите Да Коляску Одежду на балет Одежду на батут Еду Запасную одежду Вот в этой ребенка Не посадишь И коляску Не положишь Потому что Как бы ну Ограничен Ограничен Поэтому Слушай Нам тепло Мы сейчас Выезжаем А Слюху Подкинет в Экспо Потом он Заедет домой И вернется к нам Туда в Экспо Сразу едешь? Ну да Туда в Экспо Выкинешь А Хорошо